Здравствуйте! Сейчас мы с вами просмотрим следующую задачу. Построить четырехугольник по координатам его вершин. Определить, является ли он прямоугольником или квадратом, и найти координаты точки пересечения с осями. Итак, построим точку А1,3. Значит, находим, первая координата – это всегда х, вторая – это у. Например, находим по оси Х 1. Поставили ручку на 1. Далее, тройка показывает, сколько клеточек мы должны просчитать вверх. Раз, два, три. Вот это у нас с вами точка А. Далее, В. По оси Х мы отмечаем минус 1. Четверка – это сколько клеточек мы с вами считаем вверх. Раз, два, три, четыре. Вот у нас точка В. С – 7, минус 5. По оси Х отсчитываем раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и минус 5. То есть, 5 клеток вниз. Раз, два, три, четыре, пять. Это точка С. И, наконец, 0,6. 0 – вот она наша точка. И считаем 6 клеток вверх. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это точка D. И теперь мы с вами соединяем наши точки в том порядке, в котором они нам даны. А, В, С, Д. Итак, мы видим, что этот четырехугольник не является ни квадратом, ни прямоугольником. Это не выпуклый четырехугольник. Итак, еще одно задание. Определите координаты точек пересечения с осями координат. Итак, первая – это точка D. D мы с вами уже видим координаты 0,6. Далее, мы с вами видим еще две точки на оси Y. Давайте мы их обозначим. К и L. Значит, вот это тот случай, когда очень трудно определить координаты. Вот, обратите внимание, K лежит где-то посредине, между тройкой и четверкой. Давайте мы с вами приближенно возьмем 3,5. Итак, по X 0, по Y 3,5. L. L у нас с вами чуть-чуть не доходит до троечки. Итак, определяем их как 0, по X. А по Y мы можем взять 2,7, 2,8. Поскольку у нас идет приблизительно, то мы ставим то, что нам удобнее. Это довольно часто бывает. Еще две точки, обозначим их по IQ, находятся на оси X. Итак, точка P по X между двойкой и тройкой. Можем взять 2,6, можем взять 2,5. Мне захотелось 2,6. Точка с запятой 0. Q. Q у нас больше тройки, но не доходит до четверки. Ближе к четверке я хочу взять 2,8. Извините, 3,8 и 0. Значит, сразу отвечаю на вопрос. Почему вы взяли это? Здесь я беру приблизительно. И если у вас такое же задание, то ни один учитель у вас не скажет, что вы построили не точно. Это приблизительно. Значит, кому непонятно, как строить точки или находить точки, есть два видео на эту тему. Продолжение следует... Продолжение следует...